Для архитектора по образованию один из дней насыщенной жизни предопределил судьбу. Девушка заинтересовалась культурой создания игрушечных мишек Тедди, которая существует уже более века. Сначала черпала информацию отовсюду, а когда поняла, что получается, и это оценивает по достоинству не только, она сама брала профессиональные уроки. Спустя шесть лет кропотливой каждодневной работой из ее рук выходят настоящие шедевры, которые стали украшением многих выставок и конкурсов. Впрочем, одна награда стоит особняком. Победа в Москве на традиционном «Даймонд Тедди Бир». Теперь работа Анжелики Сидоренко носит гордое название «Мастер Теддист». Эта банда заняла первое место в номинации «Медведь без одежды». Конкурс проходил в Москве, там было специализированное жюри, которое видело работы, рассматривало их и давало оценки. Это очень такая престижная и значимая награда, и тем более первая в моей жизни, которая давала мне мотивацию. Есть и трофей из дальнего зарубежья – статуэтка «Тоби Фрэнс», которая прилетела из Лос-Анджелеса за победу в американском конкурсе уже в этом году. Важное требование к профессии – усидчивость. За столом приходится проводить по нескольку часов в день, а игрушка, особенно сложная по задумке, рождается в творческих муках иногда за месяц. В некоторых ситуациях для того, чтобы визуализировать задуманное, приходится делать эскиз, а порой и сложный пластилиновый слепок. Вот это лишь заготовка, а так выглядит готовый «Медведь», которого Анжелика пока считает эталоном в собственной работе, в процессе. Применяются сложные техники и только надежные материалы. Например, это не обычная нитка, а специальная жила, которая выдерживает нагрузку, которая будет создаваться при стягивании деталей. Каждый пальчик прорабатывается отдельным стежком несколько раз. Специальные материалы приходится покупать, заказывая в интернете за рубежом. Очень качественные есть в Германии. На фабрике, где создавались более сотни лет назад, первая «Тедди». Сама дорогая игрушка «Хендмейд» оценивается в порядка 20 тысяч рублей. Впрочем, это оправдано, учитывая ее себестоимость и часы кропотливого труда. К примеру, вот такой махер. Это натуральная шерсть на хлопковой основе. Она не тянется, очень мягкая, приятная, имеет большой износ. За счет того, что это профессиональные ткани, то игрушки могут, допустим, игрушки, сшитые 100 лет назад, до сих пор сохранили свою ценность и внешний вид. Анжелике сложно выбрать лучшую из лучших игрушку. Всего их около двух сотен. К примеру, такой ежик с ювелирной проработкой деталей и специальным гнущимся скелетом действительно поразительно похож на настоящего. Если за игрушкой бережно ухаживать, она сможет быть верным другом хозяина. Но не одно десятилетие. Главное, не стирать и не оставлять под солнечными лучами. Для особых любителей, кто нежный, максимально что-то можно расчесать. Можно специальная расчесочка, можно просто щеточкой небольшой. Расчесать мех, чтобы малыш был опрятный и так же убрать пыль. Разумеется, приятное хобби не могло не трансформироваться в источник дохода. Своеобразный аукцион Анжелики Инстаграм, куда она размещает фоторабот. А люди проявляют интерес, затем приобретая произведение искусства. За время создания игрушек мастер к ним привыкает, даже дает имена. К примеру, сейчас у нее готовы Мартин, Матвей и Ия, та самая панда, покорившая Москву. Однако, когда приходится расставаться, не слишком грустит, оставляя на память фотоснимки. Сейчас одаренная девушка готовится к еще одной ответственной выставке, на которой представит целый композиционный стенд. Возможно, следующее детище Анжелики будет походить на оригинал еще больше, а вот чью полку будут охранять забавные медвежата, пока загадка и для самой мастерицы. Тарас Брезицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.